Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Детолу и сегодня мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ребята, всем привет! Не забывайте поставить лайкусик, подписаться на канал, потому что впереди нас ждут замечательные приключения. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Итак, как вы видите, мы уже прокачались до 54 уровня и сегодня мы дальше будем проходить эту прекрасную игру и в этом во всем нам помогает подписка Додзе. Ребята, кто хочет себе подписочку Додзе навсегда, вот просто навсегда, пишите нашему подписчику, ссылочка на него в описании к этому видео. Также вы можете получить сотый уровень аккаунта, кучу баксов, мутагена, любую колоду из магазина и, конечно же, вот эти вот супер награды. Пишите ему, ребята, пишите прямо, ссылка в описании и наслаждайтесь игрой так же, как и мы. А через 4 дня у нас появится возможность открывать ДНК сплинтера. Короче, ребята, вот эта подписка Додзе, это прямо имба, 100% заказывайте, пишите нашему подписчику и у вас будет такая же возможность. Плюс ко всему есть бесплатная колода тайна, ребята, прямо в магазине, которая дает тоже дополнительные бонусы в виде пиццы мутагена, баксиков, конечно, сюрикенчиков и вот красивого короля ДНК-шечка. Ну и, конечно, не забываем открывать каждый день вот эту вот колоду тайно-обычную. Ну и здесь не особо что есть интересное, да? Так, по чуть-чуть всего. У нас задание выполнено, ребята, откройте колоду, есть, выполнили задание, взяли. О, у нас еще, видите, за подписочку Додзе дополнительно сюрикенов еще дают. На два раза. Капает, капает вам прям, каждый день заходим, ребята, и вот сюрикенов у нас завались, реально. И сюрикенчиков можно использовать, между прочим, вот здесь в магазине, смотри, можем в Рокстеде взять ДНК-шечку и, конечно же, Пиццелисово. Очень хорошо, ребята, так что подписчик в описании, ссылочка на него в описании, проходите, обращайтесь и качайте на фулл себе игру. Да, все четко. Ну что же, давай отправимся в сюжет, что у нас по плану, либо же мы на сложном проходим Дом Крэнгов, либо же в измерении Икс всегда непривычно, на обычном уровне проходим. Давай попробуем Дом Крэнгов, здесь у нас сражение, уже седьмой эпизод, а сколько тут осталось? А, тут еще далеко, но мы уже на финишной прямой, ребятки. Давайте отправимся в Дом Крэнгов, здесь у нас Ваня Стиранка, 50-го уровня и приспешники его. Так что поехали в бой, вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Вот он наш состав, наши непобедимые черепашки и вместе с ними Ваня Стиранка. Да, Ваня Стиранка у нас молодец, но хотелось бы кого-нибудь вместо него. Ну что, потихонечку атакуем, просто обычными атаками, не используем ни массовые, ни какие, правда здесь у нас индикация немного потерялась. Да, ты прям мощную атаку использовал, ну ладно. А, мощную атаку, точно-точно, смотри, все, добили этого друга, я просто не знал, сколько у него хелсов осталось. Используем обычные атаки, ребят, просто обычными, файтим подряд, все атакуют наши любимые персонажи. Напишите, кстати говоря, в комментариях, какой у вас любимый персонаж, кем вы любите играть больше всего. Да, мы продолжим пока что, давай Ваня, оба, неплохо. Да, Ваня практически добил, Рафик добивает наш горящий огненный Рафаэль. Лео выдает у нас 1200, хороший дамаг. Донни, давай, шариком, отлично. Да, добиваем. У нас вторая волна, давай посмотрим, кто нас здесь будет ждать. Ооо, это же кренги маленькие. Маленькие кренги и с ними вот эти вот кунг-фу клан-футовцы. Да, у нас в игре есть какой-то баг небольшой, как видите, индикатор жизни и уровень не отражается у правого персонажа. Не знаю, почему так. Очень интересно, ребята, очень интересно, почему так происходит, но чуть-чуть забагалась версия. И, кстати говоря, непонятно, какого уровня у нас, ну, какой, точнее... Противник. Да, какой у нас противник. Мы не видим ни дебафа его, ни бафа, вообще ничего не видим. Ну, ладно, ничего страшного, мы вслепую практически играем. А если там еще пятый будет, вот это интересно. Ну что, я думаю, что мы все равно всех одолеем. У нас уровень намного выше, чем у противников. У них 47, у нас уже 54, немножко мы прокачались за кадром. Конечно же, каждый день заходили, брали с подписочки додзе максимум и качали своих персонажей. Да, и сейчас изю так проходим. Бам, 1388, супер. Отлично, отлично, ребята, и здесь как раз Ваня Стиранко. Мы запасли все массовые атаки. Я думаю, что парочки им будет достаточно. Давай, Донни, шар запускает, отлично. Так, 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 так. Не знаю, как будто ли их справа, кастулся или нет. Вот, да, всем досталось немножко. Большой вопрос, Ваня, единственный остался. Он у нас самый мощный, а мы ему еще одну массовую атаку от трафика даем. И добиваем, ребята, это победа. Мы проходим дальше, седьмой эпизод пройден. И давайте попробуем, может быть, с вами, да пройти основную историю, да, на обычный уровень. Да, почему бы и нет, почему бы и нет. У нас в Арии 54 самое начало, дорогие друзья. То есть нам придется еще очень-очень недолго прокачаться до 55 уровня. Согласен, согласен, да, очень долгая прокачка, занимает очень много времени. Мы поэтому, ребята, вас не грузим этим всем делом. Просто проходим дальше, качаемся. И давайте здесь попробуем победить. Я учуял их запах, они близко, в двух кварталах отсюда. Где продают пиццу? Пахнет, как пиццерия у Антонио. Говорят, там улетные кальционы. Как, так каков наш план, босс, разобраться с ними? Нет, сначала нам нужны ответы, мстить будем потом. Дом, отлично, отлично, ребята. Вот так вот, вот этот разговор, да, у нас Тигрин его когти и Рокзара. Да, было такое дело. А здесь клан футовцы у нас. Ну смотри, уже видно хотя бы одного друга чуть-чуть справа. Хотя бы чуть-чуть его видно. Хотя бы чуть-чуть. А мы вообще права в тени, это у нас такой серый кардинал, получается. Очень какой-то непонятный персонаж, что мы не будем знать про него ничего. Маузер, ноу-нейм. То есть смотри, как они атакуют у Рафа. Рафа им определенно не нравится. Что нам делать? Просто атакуем их? А еще мы не знаем, сколько у нас жизни у Леонардо. Это тоже такой сюрприз. Как же так, ребята? Непонятно, сколько жизни у Леонардо реально. А в прошлый раз было видно или нет? А я не обратил внимания. А я не обратил внимания. А как так? Напишите в предыдущем бою, была такая ситуация или нет? Мы просто решили играть на комбе, потому что нам это немножко комфортнее на текущий момент. Поэтому будем смотреть, как это исправить. Ребята, напишите, у кого бывала такая ситуация и как она лечится. Ах ты, я думаю, это у нас более разборчиво во всех этих вещах. А сколько у Леонардо жизни? Давай подлечимся. А я не знаю, давай подлечимся. Мало ли у него жизни мало? Слушай, ну это, конечно, такой очень интересный вариант игры. Потому что реально жизни не видно. Да, вслепую играем и не видим, что вообще происходит. Атакуем на Максе, вот справа, который стоит, не атаковал нас. Я просто подумал, что это какая-то статуя, знаешь, и забил бы на него. Просто маленький какой-то дружище. Вот не знаю, у него хелсов много осталось или нет, но он нас все равно атакует. Давай попробуем его добить и... Опа! Нет, не добили. Хорошо, что Лео еще сам переключается и подлечивается. Согласен, согласен. Лео у нас большой молодец. У нас тут вторая волна. И хелс и правого опять не видны. Вот это поворот. И у Леонарда Туфа как ретанул хорошо у нас Лео Ролевичок. Давайте как раз правого будем бить, чтобы знать хотя бы сколько хелсов осталось у других. Правильно, этого добили. Было бы прикольно, если бы не было вообще вида персонажа. Просто ниоткуда удар прилетает. Да, 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 да. Есть такое дело, ребят. Ну вот, чуть-чуть баг присутствует. Ничего страшного. Ну что, у нас остался... Да, я просто так думал, ребят. Один, один персонаж. Да, давай его добьем. И Лео у нас получается немножечко приуныл. Так, у нас третья волна пошла. Третья волна, ребята. И тут у нас Тиграс, Саблизуб и Рокзар. Их трое, может быть... А, нет. Все-таки у Крайнего Сера все равно не видно. Так, вот это у нас массовая атака. Я так понимаю, пулеметиком их разносим сразу же мощно. Неплохо. Третьяон в бой, да, он у нас пошел? Да. Мини-ганчик пошел в бой. Еще одна массовая атака от нашего любимого персонажа Дони Ролевичка. И у нас вот как раз тот, кто нужно, убежал, ушел. Мы его победили. И Лео, Ролевой Лео Красава. Все, у Рокзара постепенно уроны. И, скорее всего, он повержен уже сто процентов. Ну, еще массовая атака ему вдобавочек. И до свидания, Рокзарчик. Победа, ребятки, победа. Кто человекучек, кстати говоря, не поставил, поставьте обязательно. И подпишитесь, кто не подписан на канал Детол. Так, ну что, у нас получается какой-то баг, да, с видимостью, как его победить. Сейчас мы посмотрим. Давайте в задание зайдем. У нас здесь, в достижении, мы получаем еще одно ДНК Шреддера. Отлично, отлично. ДНК Шреддера получена. И давайте посмотрим, какие у нас персонажи, в принципе, есть. И кого бы мы могли прокачать. Потому что мы же сейчас можем находить ДНК. Это хорошо. Это круто. Мы можем просто их зарабатывать. Но нам, понимаешь, что нам сейчас нужны только золотые. Потому что сребряных мы не сможем вообще ничего с ними сделать. Да, ребят, когда после 45 уровня нужно, чтобы были персонажи золотые. Чтобы их прокачивать дальше. Вот такая вот интересная история. Так что, кто хочет прокачать свой аккаунт, ребята, ссылка в описании. Пишите подписчику. Он очень многим нашим подписчикам помог. Так что обращайтесь, наслаждайтесь игрой. А с вами была команда Детол. До новых встреч и новых видео. Пока. Всем спасибо, ребята. Пока. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым.